Один из актуальных вопросов современной экономики это разработка нового подхода в сфере государственных закупок. О том, как наиболее эффективно планировать расходование бюджетных средств, мы поговорим сегодня с руководителем департамента по конкурентной политике правительства Москвы, доктором юридических наук Геннадием Дегтевым. Городской заказ это серьезнейший и крупнейший регулятор экономики в городе и в стране. И, соответственно, это с одной стороны экономические показатели, а с другой стороны это социальные гарантии и соответствующая стабильность. Поэтому порядок размещения или результаты размещения городского заказа, они, так сказать, многофакторные. И я бы сегодня, конечно, остановился только на той части, которая относится к так называемым формальным или к организационным установленным соответствующим законодательствам, так называемым 94-м вопросом. Это о порядке размещения заказа, как вы задали вопрос в 2011 году. Я думаю, наверное, главный этап изменений в 2011 году, он касается того, что правительством, так сказать, президентом подписаны соответствующие документы и законодателям установлены правила, когда мы должны все, то есть все государственные заказчики страны перейти на вообще российский официальный сайт, то есть на единый режим единого окна, в котором заявлять свои потребности о том, что мы хотим купить, по какой цене хотим купить и за какие сроки выполнить эту работу. Мне кажется, это крупнейший национальный проект именно в области размещения госзакупок, который является наиболее сложной, наиболее подверженной критике и наиболее, так сказать, оцененной как коррумпированной или с высокими рисками коррупционной составляющей. Поэтому этот этап или этот шаг, он, на мой взгляд, тоже состоит в том, чтобы первое, это все-таки информация и так называемая, наверное, прозрачность, она ведь имеется в виду не только через то, что это делается через интернет, через открытые ресурсы в онлайн-режиме доступные, но это еще будет являться критерием о том, насколько мы, заказчики, умеем донести свои потребности в простой и понятной форме для любого участника торгов. И здесь, конечно, я бы добавил, что это первая часть. Вторая часть – это когда проходят сами торги на электронных площадках, которых сейчас по решениям проведенного конкурса отобрано, так сказать, определенное количество, и они являются, я это особенно подчеркиваю, как бы бизнес-структурой, то есть они выполняют совершенно самостоятельную функцию, которая призвана, так сказать, быть эффективным регулятором, то есть проводить все эти процедуры в том законодательно установленном строгом соответствии и требованиями, которые на сегодняшний день прописаны в законе. Третий – это сам поставщик, который аккредитовывается на одной из операторов или на одной из электронных площадок и, так сказать, в удаленном доступе, опять через интернет, через технологию, участвует в торгах и представляет свое ценовое предложение. То есть, хотя уж что этим подчеркнуть, да, что сделан, ну, на мой взгляд, так сказать, колоссальный шаг к тому, чтобы, и такой серьезный ответственный шаг, это еще нужно опробовать и посмотреть, ну, как бы, как будет развиваться эта ситуация, с тем, чтобы вот все те, кому доверенно распоряжаться и, так сказать, управлять бюджетными ресурсами для выполнения целевых показателей, да, они вот в этом режиме осуществляли закупки в 2011 году. А какие задачи в связи с этим стоят перед Вашим департаментом? Вы знаете, у нас задача стоит, ну, на мой взгляд, такая принципиальная, и мэром Сергею Семеновичем она была подчеркнута, как, наверное, приоритетнейшая или главенствующая при госзакупках, это то, что они должны быть прозрачными, и мы должны предложить механизмы, которые бы при всех технологиях, да, снижали коррупционные риски. Я под этим что подразумеваю, да, то есть нам нужно, помимо самих процедурных аспектов, еще предлагать всем заказчикам работать, как я называю, по установленным стандартам, да, то есть чтобы и плановые показатели закупки, то есть конкурсная процедура, конкурсная документация, она была максимально стандартизирована, и фактор манипулирования какими-то либо сведениями, или потребностями, или тонкостями, да, которые могут возникать, все-таки были минимальны, а если они возникают, допустим, я никогда не опишу стандарта, какое-то сложное оборудование, да, или какую-то потребность, то тогда возникает только один вопрос, что эта ответственность, она должна быть персональной за теми, кто принимает эти решения, и кто прописывает эти требования. И следующий блок, это в рамках мониторинга, и вот мы сейчас по первому кварталу это очень видим, насколько корректно работают сами конкурсные комиссии, потому что мы все равно оставимся, что какие бы интернет-ресурсы или технологии мы не предлагали, решение принимает человек. То есть есть некий человеческий фактор, который тоже обязан принимать эти решения по правилам и по условиям, которые, так сказать, приводят к эффективному размещению заказа. Это и вопросы, так сказать, организации обучающего, обучение этих специалистов и проведение, так сказать, мониторинга за самим фактом размещения. Есть такой один малоприятный показатель, это когда заказ размещается с единственным участником, да, когда вроде бы технология есть, но тем не менее заявка подается только одна. Ну вот, несмотря на то, что по городу этот показатель в отличие, ну или по сравнению с сведениями Минэкономразвития там в два раза меньше, но мы все равно считаем, что это ни о чем не говорит, потому что он находится на уровне 30%, и это говорит о том, что наша задача повышать конкурентоспособность или конкуренцию участников, и мы это считаем возможным сделать только через приглашение и через условия, чтобы на площадках было зарегистрировано для кредитового как можно больше поставщиков. Поэтому это тот приоритет, который для нас на сегодняшний день является, ну, наверное, как бы первоочередным, и я думаю, по результатам и будут оцениваться результаты, ну, как бы даваться оценка работы департамента. Понятно. А Геннадий Валентинович, а какие преимущества у электронных аукционов? Действительно ли это надежный антикоррупционный механизм? Вы знаете, с точки зрения, ну, много дискуссий на этот счет, просто я считаю, что в настоящий момент ничего другого никто предложить не может. Это пока одно из приоритетнейших решений, все-таки видеть, какие решения принимаются, анализировать их и в рамках этого, ну, как бы осуществлять контроль. А с точки зрения вообще электронные аукционы, там есть тема или насколько они, весь спектр потребностей должными охвачен или нет, ну, на мой взгляд, надо все-таки дать, ну, хоть какое-то время, потому что вот нынешняя дискуссия, особенно в начале года, когда мы только-только вот начинаем заниматься этой работой и все переходить, есть какие-то технические проблемы, это, на мой взгляд, понятно, их надо преодолеть, выстроить, ну, чтобы система работала стабильно. Я считаю, что все равно это эффективный способ для того, чтобы у всех участников и вообще у гражданина, у организации было понимание, что такое городской заказ и какие средства на эти цели выделяются, а самое главное, что кто выигрывает эти конкурсные, так сказать, процедуры, становится победителем этих электронных аукционов и дальше, соответственно, все-таки как он выполняет эту работу, потому что если сейчас, ну, небезызвестная тема коммунального комплекса или вот уборки на улице, да, такая живая, востребованная, ощутимая в повседневной жизни, то мы сейчас как раз ведем такой мониторинг, какие организации меняются и какие там штрафные экономические санкции применяются самими заказчиками по качеству работы. И мне кажется, ничего более серьезного и такого системного, если через интернет эти сведения все будут в открытом доступе, и, так сказать, мы называем, такая есть форма общественный контроль или, так сказать, звучит, наверное, смешно, но мне кажется, все-таки, когда это находится вот под таким оком всеобъемлющим в разных апостасях, потому что, допустим, те контрольные механизмы, которые заложены в законе и регулируются или администрируют там федеральные антимонопольные службы, там нужно подать, чтобы была жалоба, да. А в другом случае, вот если мы ведем мониторинг, то мы же не говорим о жалобе, мы говорим о результате и говорим о том, кто должен, ну, как бы за это отвечать. Мне кажется, это, так сказать, две грани одного и того же вопроса, просто один является прописанной в законодательстве, а другой, мне кажется, имеет возможность и повод, когда на эти вопросы от населения или организаций будет любой из участников этого процесса обязан ответить. И мне кажется, это важно. Да, несомненно. Скажите, а сколько площадок в России вообще сегодня? Есть. Хороший вопрос. Вы знаете, электронных площадок сейчас в России много, я там не берусь количества сказать, такая, потому что вообще интернет-ресурс развивается очень динамично, как вы видите, и технологично, и по программным средствам. Но те, кто будет проводить вот электронные аукционы, отобрано, так сказать, пять площадок, значит, которые на сегодняшний день прошли соответствующий конкурсный отбор. И на вопрос, как они справляются, ну, я еще раз говорю, нужно посмотреть вот тот объем, ведь смысл почему пять, да? С одной стороны, это должно быть очень ограниченное поле, чтобы его можно было реально, ну, как бы видеть и контролировать. А с другой стороны, это реальные пять конкурентов между собой, да, которые либо в этой, так сказать, конкурентно-реальной борьбе создадут условия, создадут удобные интерфейсы и сервисы как для участников, так и для заказчиков, которые будут приходить к ним, да, и это для них, так сказать, ответственность экономическая. И в случае нарушения, допустим, о чем вы вначале спросили, защищенности, да, защищенности информации, защищенности сведений, которые представляются поставщиком, то в регламентах, в условиях, по которым они работают, заложены очень серьезные экономические санкции. И если они не справятся с этим, да, или не создадут эти условия, то они просто будут обанкрочены или не смогут дальше продолжать эту работу. Это тоже достаточно, мне кажется, показательное и является серьезным регулятором, да, когда все-таки не чиновник, а именно, так сказать, бизнес-структура отвечает за процесс жестко регламентированной законодательности. А как вам кажется, все-таки пять площадок этого достаточно или нет, или будет расширяться? Есть решение о пяти, есть... Ну, ладно, кажется, все-таки для большой России. Ну, вот я говорю, есть решение о пяти, так сказать, площадках. Сейчас, если, так сказать, ну, отслеживать, то по всем иным направлениям, которые там напрямую не связаны с горзаказом, возникают новые операторы, новые электронные площадки. Я думаю, что это вопрос вот такого интерфейса, да, насколько они все-таки серьезно отнеслись к самой задаче, потому что, в принципе, ведь это уже технология, да, то есть это вопрос, так сказать, технических решений, программного обеспечения, да, поэтому, мне кажется, все прояснится в буквально первые шесть месяцев, поэтому через полгода мы совершенно четко сможем, ну, любой заказчик и поставщик понять, удается через эту инфраструктуру, вот через эти пять площадок решать. Хотя прорабатываются вопросы расширения, предлагается, чтобы они там в более широком контексте и в более широком, так сказать, аспекту продолжали свою конкуренцию. Есть такая, наверное, тема для обсуждения, но, мне кажется, нужно просто сначала по уже принятым решениям их исполнить, да, и вот по результатам практики, как я говорю, все равно, ну, как бы теоретические и административные решения, они должны быть абробированы на практике, и сейчас для этого все создано, там, городская система, я считаю, к этому подготовлена, конкретно, отвечая за вот город, за размещение заказа по городу, то давайте хотя бы первые шесть месяцев посмотрим, да, какие результаты будут. Скажите, а вот электронные, аукционные, снизили ли число торгов, в которых есть признаки сговора между участниками? Ну, однозначно отвечу, что снизили, но они не решили, к сожалению, полностью эту задачу, и я думаю, что этот вопрос как раз и требует вот своего, почему я говорю, нужно оценить, да, какого-то временного фактора, потому что все-таки понять, где эти индикаторы, из-за чего этого происходит, да, потому что в четвертом квартале прошлого года у нас была достаточно крупная закупка одного из заказчиков на продовольствие, и несмотря на то, что она проходила в электронной форме, и вроде бы заявок было подано там от четырех до семи на каждый лот, там было 60 лотов, то фактически по там 30, то есть почти по половине мы увидели, что итогом электронного аукциона было снижение всего, ну, сделано одно ценовое предложение, так называемый один шаг со снижением полупроцента. Мы посчитали, что есть факт сговора, обратились в федеральную антимонопольную службу, по городу Москве коллеги очень быстро прореагировали, значит, результаты, так сказать, по этим лотам были отменены, там, дальше в рамках закона были осуществлены все необходимые действия по временной закупке, чтобы, потому что это востребована уже, так сказать, задача, чтобы было продовольствие, это организация питания в школах, в детских садах, увидели, когда один из участников, который подал заявки на все лоты, при этом меня больше всего удивило, что для того, чтобы принять участие в этом аукционе, он заплатил более 200 миллионов рублей, так сказать, ну, живыми деньгами, потому что залоги платятся только денежным обеспечением, ну, то есть деньгами, и фактически попытался выступить вот этим регулятором с другими поставщиками, обсуждая, по всей видимости, до проведения самого аукциона, так сказать, как они будут участвовать. Более того, мы обратились, несмотря вот на эти решения, чтобы было возбуждено дело по закону о защите конкуренции, и проведено уже более тщательное расследование также федеральной темонапольной службы, потому что это в случае установления данных фактов и проведения соответствующей экспертной оценки. Это на всех участников, вот, кто был заявлен на этих торгах, будут наложены, ну, на мой взгляд, серьезнейшие экономические санкции. Мы намерены, так сказать, продолжить эту работу и осуществлять этот мониторинг, так сказать, поэтому, ну, известная тема была, это когда мэром были высказаны критические, серьезные критические замечания, остановленные торги по закупке лекарств, там была похожая ситуация, вот, то, что я скажу, только там количество участников было меньше, чем вот на продовольственном, при закупке продовольствия. Поэтому это действительно вопрос сопоставления, и самое главное, вот, как бы, реакция на то, что, как мы говорим, все-таки такие, ну, как бы, такие способы участия в городском заказе, я считаю, что мы сможем не допустить и не дать возможности, кто пытается на себя принять такую административную функцию регулятора, воспользоваться этой возможностью. Просто думаем, и ведь я подчеркну, наверное, что эта реакция стала возможна благодаря электронным аукционам, потому что она все-таки такая достаточно оперативная, мы в тот же день увидели эти результаты, в тот же день были приняты все эти решения по обращению, и через сутки были уже приняты все те решения, о которых я сказал, да, и я думаю, что любой согласится с тем, что если бы это было, ну, в традиционной форме, да, или там в той форме, которой мы до этого пользовались, это в такие сроки реализовать было просто невозможно. И мы бы тогда уже увидели эти результаты только при заключении госконтракта, потому что контракт регистрируется, сведения о нем регистрируются, и тогда можно бы было, но это была бы более, а, сложная процедура, и, б, мы не смогли бы реально повоздействовать на такую ситуацию. Мне кажется, что вот тот проект, и вот о чем мы говорили как бы в целом, да, он действительно очень непростой, я считаю, что он в информационном плане должен поддерживаться сейчас регулярно, системно, и вот мы просто ставим себе задачу, там не просто ежемесячно, а может быть даже в более каком-то, более частом режиме, так сказать, осуществлять информирование о том, как мы переходим вот на эти требования федерального законодательства, какие первые результаты мы получаем, потому что меня, честно говоря, не то, что удивляет, а непонятно, там есть оценка президента, даны поручения по доработке законодательства, чтобы он был более комплексным, но я глубоко убежден, что то, что сделано и преодолено, это колоссальная, во-первых, работа, очень принципиально достигнутый, важный результат, вот перехода на такие, при переходе на такую систему размещения заказа, и основная, так сказать, тема или мотивация мотивация тех, кто возражает против этого, я часто с ними встречаюсь, я даже не понимаю, чему они возражают, хотя результаты не оценены, ну пока их нельзя оценить, просто нет того времени, нет тех результатов, на которые можно ссылаться, да, есть нормы, есть оценки, есть взгляды, вот, поэтому мне кажется, что все-таки нужно продолжать эту работу, и самое главное, вот через такое общение, через общение с участниками, через интернет-конференции или другие доступные способы, которых сейчас достаточно много, получать эти сигналы, я их называю индикаторы проблемных участков или проблемных зон, на которые нужно незамедлительно реагировать, да, так же, как нам удалось, там, в течение, как я говорил, там, короткого времени, там, в течение дня или суток, среагировать на какие-то проблемы при проведении, так же можно оперативно среагировать и на другие вопросы, и мне кажется, вот, в этом будет наша такая, ну, наверное, и совместная работа, и она только поможет сделать, там, закупки реально доступными, и с тем, чтобы они, ну, действительно, решали эти задачи, которые принимает на себя правительство. Геннадий Валентинович, спасибо, что нашли время и пришли в наш пресс-центр, надеемся, что вы придете к нам еще. Спасибо, дам, приятно, спасибо за заданные вопросы, за приятный диалог, и я думаю, что, так как люди в интернет-пространстве, они очень откровенные, прямые, мы получим те отзывы, которые нам помогут просто в этой работе. Несомненно. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова